Оклахома-Мемфис прекрасная пара. Вторая команда против седьмой, но на бумаге. На самом деле мы видим, что команды, если не одного уровня, то они очень близки прямо сейчас, на данный момент в своей игре. Атакующий стритбол Оклахомы против защитной такой какой-то вязкой игры Мемфиса. Четыре овертайма, которые мы увидели подряд, что является рекордом NBA, в память пришла серия плей-вы 2009 года. Там, где первый раунд на Востоке, где играл Бостон против Чикаго. Там мы тоже увидели четыре овертайма. Бостон был без Гарнета, а Чикаго был только с молодым, только набирающим вороты Роусом. Но там было не подряд. Я специально пересмотрел еще одну игру с той серии, и мне запомнилось грустное лицо Тони Аллена, который сидел на дальней скамейке Бостона, и практически не выходящий на парке, там, ну, может, там, в мусорное время. И сейчас, вот, через несколько лет мы увидели этого баскетболиста с другой стороны. Да, это, ну, главный герой этой серии пока Тони Аллена. От его игры, от его игры против Дюранта очень многое зависело, зависит в игре Мемфиса. Я бы не хотел списывать со счетов, и не буду списывать со счетов Мемфис, который может показать зубы и дать бой в седьмой игре Оклахоме. Да, Оклахома выглядит фаворитом, но если Тони Аллен сможет показывать такую же игру, как в первых матчах серии, и так максимально сжать, перекрыть кислород Ковина Дюранта, то Мемфис может побороться до самого конца, и чем черт не шутит, мы увидим еще один овертайм. С победой Гризлис.